МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вам никогда не приходила в голову такая мальчишеская мысль? А что, если оторваться от нашего земного шара и отправиться в космос? Но не на ракете, а на самолете. Если не в космос, то хотя бы достичь так называемой линии Армстронга, там, где слезы человеческие начинают кипеть. Так вот, в нашей российской армии есть такой самолет. Это истребитель МиГ-31. Единственный самолет в мире, который способен не просто оторваться от земли километров на 25, а на высоте 18 километров достичь полного превосходства. Это значит развить скорость в три скорости звука. В 3000 километров в час на такое не способен ни один другой истребитель в мире. Тем более, он делает это с полным боекомплектом. Сегодня военная приемка поднимет МиГ-31 так высоко, что из кабины пилота наша планета будет выглядеть шаром. А небо над этим шаром станет черным, как и должно быть в космосе. И в этом ближнем космосе наш герой будет летать на таких скоростях, что если бы рядом свистели пули, он обгонял бы эти пули, как автогонщик-велосипедиста. Ну а что касается самолетов, то и тут МиГ-31 остается лидером. На всей нашей огромной планете нет самолета, который летал бы быстрее него. А если к этому добавить, что он еще и спутники сбивает, становится понятно, почему пилотов 31-го МиГа называют спецназом ПВО. И вот сегодня этот воздушный спецназ покажет, на что он способен. Ну что, давайте в начале программы объясним суть нашего эксперимента. Сегодня этот истребитель МиГ-31 с бортовым номером 37 отправится в ближайший космос, в стратосферу. Хотя сами летчики говорят, что они уже не раз поднимались на такую большую высоту. Мы видим, что, тем не менее, к такому сложному полету машину готовят с особой тщательностью. И пока сотрудники наземных инженерных служб готовят самолет там. Внизу здесь, наверху, работают операторы военной приемки. Поскольку планируется сегодня выход на сверхзвук, это значит, что нагрузка на все выступающие элементы корпуса будет очень высокой. Значит, обычное крепление, которое мы используем для съемок, не подходит. И специально для этого полета мы изготовили вот такую сложную систему крепежа. Благодаря этой системе камера станет как бы составной частью корпуса. И вот тут надо отметить, что мы не первый раз крепим видеоаппаратуру на борт истребителя. В нашей программе вы видели кадры полетов и стрижей на 29-х МиГах, и русских Витязей на Су-27. Да и МиГ-31 мы снимали не раз. Но с точки зрения организации съемок, все эти полеты не идут ни в какое сравнение с тем, что нам предстоит сделать в этот раз. Во-первых, как мы уже говорили, сегодня МиГ-31 выйдет на сверхзвук. Без этого достичь стратосферы невозможно. И при этом разовьет скорость больше двух махов, то есть больше двух скоростей звука. И второе, температура. За бортом будет минус 60. И аккумуляторы на камерах быстро выйдут из строя. Чтобы этого не случилось, мы ставим нагревательные элементы. Стратосфера требует особого к себе отношения. Вот чем занимаются сейчас ребята из наземных инженерных служб. Они лезут сюда, в воздухозаборник, в самое сердце этого истребителя. Обратите внимание, здесь на стенках иний. И наличие иния означает что? Что здесь за панелями находится топливо. То есть там, где иния есть, там топливные баки, где иния нет, там топливных баков нет. С чем вы в этом месте работаете? Здесь осматриваем входной аппарат двигателя. Осматриваем рабочие лопаточки, их состояние. Каждый раз перед вылетом. Особенно в стратосферу. Так точно. Место, откуда мы полетим в стратосферу, это Тверская область. Военный аэродром Хотилова. Четко между Питером и Москвой. Во время войны этот аэродром курировал сын Иосифа Сталина Василий. Сейчас Хотилова это одна из тех баз, где летчики входят не в состав ВКС, а в ПВО. То есть, если вдруг на Москву полетит, например, крылатая ракета, именно эти парни из Хотилова должны будут догнать ее и сбить. Вот как выглядит эта учебная тревога. По сигналу воздух дежурный экипаж бежит в комнату, где уже сидит дежурная смена инженеров. Их задача – помочь летчикам быстро одеться. Обратите внимание, летчики в шелковом белье. Слышали выражение «как по шелку». Так вот, эта ткань скользит и тем самым ускоряет процедуру одевания. Когда звучит тревога, у них есть понимание уже, какое задание, что им предстоит сегодня делать? То есть, задание будет получено уже после взлета. Сейчас их задача – быстро собраться. За минимальное время занять готовность, опуститься и произвести взлет. Кратчайший срок. Поверх белья летчики надевают костюм, гермошлем, о нем мы расскажем отдельно, обувь и бегом к самолету. Этот дежурный истребитель тоже готов ко всему. Это значит, что двигатель прогрет, баки залиты, а ракеты в полной боевой готовности. Сколько ракет одновременно может нести И-31? Четыре ракеты дальнего радиуса действия Р-33 и четыре ракеты малого радиуса действия Р-77. Против кого вот эти ракеты? Против воздушной цели противника, также самолетов. Те, которые будут подходить вплотную? Да, 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 для ведения воздушного боя, скажем таки. Но, тем не менее, давайте объясним зрителю, что главные ракеты на этом самолете, это вот эти, как они называются? Ракета Р-33, масса ракеты 493 килограмма, дальность радиуса пуска 120 километров. При необходимости весь этот боезапас МиГ-31 может выпустить одним залпом. Спастись от такого удара невозможно. Данный самолет разрабатывается под новые ракеты, которые будут способны поражать воздушные цели в ближнем космосе. Спутники? Да, безусловно, это и спутники, и те средства воздушного нападения противника, которые будут там появляться. Это и баллистические крылатые ракеты, и спутники. Самолет, работающий по космическим целям. Эта мысль сама по себе звучит, как космос. Но только не для 31-го МиГа. Он один может решить такие задачи, которые без него решали бы целые подразделения. Правильно я понимаю, что один такой самолет может заменить РЛС, а значит, это военный городок, который надо построить рядом с РЛС, ну и так далее? Безусловно, в концепции этого самолета закладывалось то, что отряд этих самолетов сможет прикрыть позиционный район шириной порядка 1000-1200 километров. И для нашей большой страны, особенно для ее северных рубежей, это как нельзя было кстати, потому что все побережье Баренцево, Карского моря было прикрыто и сейчас прикрывается именно этими самолетами. Впрочем, оставим в покое северные моря и вернемся в Тверскую область на аэродром Хотилова, где мы готовим МиГ-31 к полету в ближний космос. До старта остается 40 минут, и летчики занимают места в кабине. Вперед садится командир, он же пилот, назад штурман. То же самое происходит и на втором истребителе. По решению командира полка Анатолия Ульянова, в стратосферу или на потолок, как говорят летчики, пойдут две машины. Нам это решение только на руку. Если отключатся камеры на одном борту, есть надежда, что все будет нормально на другом. Ну что, пора начинать. Мы включаем камеры, летчики закрывают фонари, дальше следует короткая серия предстартовых проверок, и истребители начинают движение в взлетно-посадочной полосе. И если за полетом в обычный космос следит ЦУП, центр управления полетом, то нашим ЦУПом в Хотилово станет КДП. Итак, мы поднимаемся на верхний этаж КДП, контрольно-диспетчерского пункта, в зал боевого управления. Безусловно, главный человек в этом помещении, руководитель полетов, именно ему здесь все подчинено. Но сначала давайте представим подполковника Евгения Полякова. Это ваши люди полетят сегодня в ближний космос. А вы какую формулировку используете в этой ситуации? Полет в стратосферу. Все-таки не хотите вы, летчики, замахнуться на слово «космос»? Нет, у нас так не принято. А на какую высоту планируется полет? 21 тысяча метров. Волнуетесь? Нет. И вот мы видим, что ваши ребята уже разгоняются по полосе отрыв. Через сколько минут он выйдет на сверхзвук? После проверки выйдет через 10 минут на сверхзвук. Взлетает он в режиме «Форсаж»? Полный «Форсаж». Ну что, цели ясны, задачи определены. Экипажи должны подняться на 21 километр вверх. И хотя формально это не «космос», по определению Международной авиационной федерации «космос» начинается на высоте 100. Тем не менее, для человека это пространство безжизненное. И в этом смысле космически опасное. Давайте объясним, для чего летчику нужен ГШ. Да, вот сейчас мы находимся практически на уровне моря. Поэтому температура кипения воды в этой местности около 100 градусов. Если бы мы и поделились, как это делают альпинисты на высоту километров 7-8, то там я запросто в эту кастрюлю с кипятком мог бы погрузить свою руку. Почему? Да потому что там температура кипения воды градусов 45-50. Но для летчиков, отправляющихся в стратосферу, самое страшное начинается на так называемой линии Армстронга. 19 километров. В этот момент начинают закипать слезы, да и на языке вместо слюны образуется кипяток. Если ко всему этому добавить кислородную незаостаточность, теперь вы понимаете, почему без ГШ в стратосферу просто запрещено выходить. По идее, у человека должна закипеть и кровь. Но поскольку наша кровь в наших телах находится под давлением, то такого эффекта на 19 километрах не будет. А вот при подъеме все выше и выше кровь начнет закипать. И хотя благодаря герметичному фонарю, герметичному шлему и компенсирующему костюму ни о каком кипении крови в нашем полете речи не идет, тем не менее, каждый летчик, собирающийся в стратосферу, проходит специальный медосмотр. Самое главное, это момент, что внимание у летчика и нервное напряжение выше обычного уровня, потому что скорость, высота реакции очень важна у летного состава при таких скоростях. И еще не забывайте, что скорость, ну что за собой, что? Перегрузки. Справедливости ради, перегрузки при полете в стратосферу меньше, чем, например, во время высшего пилотажа, зато скорости больше. И вообще, в ближний космос это очень серьезно. Поэтому, в отличие от всех остальных полетов, только здесь летчики проходят два медосмотра. Один до и один после. Однозначно, после такого полета, обычно, значит, пилота всегда осматриваем повторно. Через 20 минут после посадки, 25 максимум, он обязан явиться ко мне в кабинет, где я проверяю все основные показатели, то есть пульс давления, также состояние Зева, глаза, как он слышит. Однажды я сам проходил подобный медосмотр перед полетом на истребителе МиГ-29. В тот раз летчик Юрий Поляков очень даже неплохо меня покрутил. Мы делали и бочку, и колокол, и петлю Нестерова, пережили перегрузку 6G, на сверхзвук выходили. Но, несмотря на этот опыт, в стратосферу меня все-таки не пустили. Впрочем, в наше время все то, что нельзя сделать реально, можно попробовать виртуально на тренажере. В данном случае я занимаю место штурмана. Сам штурман на протяжении нашего виртуального полета будет находиться все время рядом. Почему-то? Потому что все-таки какие-то действия совершать тут надо. Пассажиров на МиГ-31 не возят. Нашу беседу нарушает сильный гул. Это летчик дал полный форсаж. Точно так же, как это происходит в настоящем полете. Вообще здесь, на тренажере, мы стараемся по возможности точно повторить реальный полет. И цель у нас та же 21 километр. И летчики те же. Пилот Александр Петров и штурман Клим Кыков. Прошли сверхзвук? Уже давно. А в жизни точно так же сверхзвук проходится абсолютно незаметно? Ну, практически, да. Там только стрелочки дергаются и все. В это поверить тяжело, но на сверхзвуке и в самом деле в кабине становится тише. Ведь шум двигателей остается далеко позади. Мы летим быстрее этого шума и поэтому не слышим его. Съемки на тренажере мы проводили накануне нашего главного полета. На следующий день эти летчики и пошли в стратосферу. Что ж, вернемся на наш командный пункт и посмотрим, что у них сейчас происходит. Московское время 13.59 и ведет девятая минута полета. Сейчас предстоит выход на сверхзвук, но сначала мы должны связаться с экипажем. С какой целью? Для определения работоспособности кислородной системы. Попробуем? Попробуем. 906, я мудрец, так. Проверьте кислородную систему. Кислородная система норма? Поро, папа. Тут надо объяснить, 906 это позывной нашего МИГа. А проверка нужна, чтобы Земля знала, что у экипажа все идет по плану. И все, после этого он включает форсаж и поднесся на потолок. Да, происходит разгон сверхзвуковой скорости и происходит сушка, так называемая, на сверхзвуковой скорости. Что это такое сушка? Для того, чтобы из элементов конструкции выпустить влагу. То есть вот здесь, внутри самолета находятся соты, и на этой высоте может образовываться конденсат. Да, и для того, чтобы просушить это все, производится сушка. Впрочем, в реальной боевой ситуации сушку не делают не до этого. Тем временем наши истребители набирают скорость. В небе не облачко, погода ясная, и заснеженную землю хорошо видно с наших камер. Скорость истребителя около 1200 км в час, еще секунда, и самолет выходит на сверхзвуковую скорость. Проходим звук. Этот редкий кадр снят воздушным оператором Артуром Саркисяном во время другого полета. Но нам он нужен для того, чтобы показать, как выглядит переход на сверхзвук. Вот, посмотрите внимательно. Тонкая полоска волны, которая идет по фюзеляжу, и есть та самая граница, которая разделяет звук и сверхзвук. Этот переход называют скачком уплотнения. Впрочем, вернемся к нашим съемкам и к нашим летчикам. Мы видим, что они уже пережили сушку и, наконец, набрали максимальную скорость. Впрочем, зрительно это незаметно. На какой скорости они сейчас идут? 2500 км в час. Говорят, что после полутора махов уже не принципиально. Там полтора маха ты идешь, два, два с половиной. Да, уже не принципиально, потому что все движется мимо, все проскальзывает. Теперь скорость можно определить только по приборам. Летчики в кабине ее не ощущают совсем. А вот какие невероятные перегрузки испытывает в этот момент МИГ, видно на следующих кадрах. На высоте 18 тысяч метров перед самой линией Армстронга крылья МИГа сотрясает крупная дрожь. Вместе с крыльями трясет нашу камеру. Многие другие самолеты такой встряски бы не выдержали и развалились прямо в воздухе. А вот наш герой, МИГ-31, такие нагрузки держит. Что ж, пришло время познакомить вас с ним поближе. Это Нижний Новгород, авиастроительный завод «Сокол». Именно здесь когда-то был собран первый МИГ-31. Сейчас новые самолеты тут не собирают, зато активно обновляют старые, предварительно разобрав их до винтика. Я могу сказать, что эффективность модернизированного где-то в 2,6 раза превышает эффективность исходного самолета. Самолет МИГ-31 создавался в 70-е годы прошлого века, в эпоху аналоговой техники. В наше время всю эту устаревшую начинку полностью меняют на цифровую. Если раньше была новогодняя елка в виде многочисленных приборов, разноцветных, на которых стоят, то сейчас это заменено жидкокристаллическими экранами или многофасцентральными индикаторами, на которые выводится весь объем информации необходимой, что и является, естественно, более эффективным. Летать на высотах больше 20 тысяч метров и на скоростях больше 2 тысяч километров в час и при этом воевать. Военно-воздушные силы других стран об этом могут только мечтать. Ведь любой другой военный самолет в таких условиях просто перегреется и расплавится. Во время полета от трения воздуха конструкция нагревается. Температура превышает сотни, до 300 градусов нагревается конструкция. И поэтому он может просто потерять пластичность какой-нибудь легкий металл. Он поплывет просто. Еще одна особенность МИГ-31 – его топливная система. На одном баке далеко, а тем более высоко не улетишь. Поэтому наши конструкторы превратили в топливный бак весь самолет. В МИГ-31 они находятся практически везде. Даже вот сейчас я иду под ногами, у меня везде топливные баки. В крыле тоже располагается топливо. От носа и до хвоста это все занято топливом. Даже здесь, в хеле, находится керосин. Уникальные материалы плюс идеально точно просчитанная конструкция делают МИГ-31 рекордсменом, у которого по многим дисциплинам нет конкурентов. И не только по высоте, но и по скорости. Что ж, для начала сравним скорость. Если взять тройку ближайших конкурентов, то французский «Рафаль» набирает скорость 2200 км в час, натовский «Еврофайтер Тайфун» 2450, лучший показатель у американского F-15 2650. И вот теперь, внимание, наш герой может выжить 3000 км в час. Чтоб вы понимали, что это такое, лишь один пример. Если бы на этой скорости МИГ-31 открыл огонь из своей пушки, то буквально через несколько секунд он догнал бы и обогнал свои же снаряды. Объясним и возьмем для примера пулю, выпущенную из пулемета. На выходе из ствола на дульном срезе она может набрать скорость даже чуть больше 3000 км в час. Но дальше ее скорость будет только падать. А вот МИГ-31 будет лететь, не теряя темпа. И поэтому в такой ситуации теоретически он имеет все шансы врезаться в свои же снаряды. Итак, это была скорость. Теперь несколько слов про рекорды высоты. Первую серьезную цифру в 10 тысяч метров преодолел немецкий летчик Рудольф Шрёдер. На 20 тысячах первым побывал британец Олтер Гибб. На 30-ти американец Лоуренс Флинт-младший. А вот что касается абсолютного рекорда высоты для самолета, то он принадлежит самолету МИГ-25. В 1977 году наш русский, точнее тогда еще советский летчик Александр Федотов поднялся на этом самолете на 37 650 метров. Этот рекорд высоты до сих пор не побил никто. И вот тут сам собой напрашивается вопрос, что же выходит, старенький МИГ-25 лучше современного 31-го? 37 650 метров – это достаточно большой потолок, который сегодня покорен только МИГ-25. МИГ-31 самолет – это его ярчайшее продолжение, поэтому этот потолок тоже, безусловно, будет достигнут на этом самолете, если надо, будет и превзойден. Дело в том, что каждый полет на потолок – это всегда большой расход топлива, плюс нагрузка на машину. И просто так летать в ближний космос никто не будет. В конце концов, военные не ставят рекорды ради рекордов. У них свои задачи. Иногда их решение дарит стране новые рекорды, как это было, например, в 2013 году, когда наш герой впервые пролетел без посадки 8 тысяч километров. Это ваши люди совершили первый большой беспосадочный перелет на МИГе в 31-м. Да, это на аэродромах Атилова в 2013 году выполнялся полет с двумя дозаправками топливом в воздухе. Полет выполнялся более 7 часов с выполнением практически боевой задачи по прикрытию района полигона в одном из наших северных регионов. То есть отсюда, из Тверской области они перелетели, если не секрет, куда? Ну, полигон находится рядом с воином Воркута. Во время такого длительного перелета МИГ-31 дважды заправлялся в воздухе. А теперь поставьте себя на место летчика. Вам нужно сидеть неподвижно на протяжении 7 часов в кресле и, помимо остальных задач, время от времени подлетать к топливозаправщику на расстоянии в 15 метров. При этом дистанцию надо соблюдать с ювелирной точностью. Ошибаться тут нельзя. Данный самолет создавался для борьбы со средствами воздушного нападения противника, летящими на больших высотах. Типа АВАКСов. Типа АВАКСов, типа самолетов У-2, самолетов-разведчиков. Этот самолет имеет отличную радиолокационную станцию, позволяющую видеть более 400 километров. Имеет авиационные средства поражения, которые на данном этапе выполняются пуски до дальности где-то 250. Итак, теперь мы понимаем, что самолет, на котором ходиловские летчики, сегодня покоряет атмосферу по-настоящему уникальной. И мы вновь возвращаемся на КДП. С момента взлета прошли 17 минут, еще чуть-чуть, и пилоты выведут свои машины на потолок. После 20 тысяч метров высота набирается плавно. Миг идет уже не вертикально вверх, а под углом. Хочется знать, что в этот момент чувствуют летчики. Может, тревогу, может, прилив адреналина, а может, еще что? Можем спросить, как будет сейчас самочувствие? Ну, а самочувствие не спрашиваем, а состояние авиационной техники, работоспособности можно запросить. Нет так нет, не положено, значит, не положено. Да и если что-то было бы не так, руководитель полетов давно знал бы об этом. Ведь он постоянно находится на связи с экипажем. 906, я могу лист, так, высота текущая. На поле это 21. Ваш понял, на 21. Работайте по заданию. Проходит еще несколько секунд, и наш герой, наш российский истребитель, МИГ-31, выходит на высоту 21 500 метров. Эту высоту он набрал всего за 18 минут. Летчики говорят, была бы война, это время сократилось бы как минимум вдвое. Впрочем, слава богу, никакой войны сейчас нет. А есть красавица Земля за бортом. И мы видим, как она округлилась. Мам, красиво, да? Смотришь на эту картину за бортом и даже не скажешь, что скорость в этот момент 2500 км в час. Если сравнить с обычным гражданским авиаперелетом, это в три раза быстрее и в два раза выше. Сейчас, когда он находится на высоте 21500, есть какие-то самолеты, которые могут подойти к нему на этой высоте? Нет, нет, практически нет. То есть сейчас он находится на этой высоте один. Расстояние до Земли настолько огромное, что различить что-то внизу просто невозможно. Планета покрыта ковром из облаков. И непонятно, над каким куском суши, а может океана, пролетает сейчас самолет. Зато в глаза бросается контраст этого белого полукруга и черной бездонной пустоты. Но что самое удивительное, даже на такой высоте самолет не теряет своих боевых качеств. И даже здесь может, если надо, сразиться с любым противником. В этот момент он может использовать свои ракеты на высоте 21? Да, обязательно. Для этого он и предназначен, для использования на данной высоте, на данной скорости данными ракетами. До приземления у нас есть еще несколько минут. И тут надо заметить, что если наш полет в космос был в чем-то условным, все-таки большой космос — это значительно выше, то у 31-го «Мига» есть младший брат, который слетал в самый что ни на есть, в настоящий космос. Это космический корабль «Буран». И хотя внешне, да и внутренне эти машины абсолютно разные, но мы не случайно назвали их братьями. Потому что родители у них общие. И 31-й «Миг», и «Буран» создавала одна команда во главе со знаменитым конструктором Глебом Евгеньевичем Лозино-Лозинским. Как так вышло, что команда, которая работала над созданием, пусть и не совсем обычного, но все же наземного военного истребителя, вышла в космическую тему. Дело в том, что кому-то надо было поручить создание «Бурана», кому-то из тех, кто представляет, что такое большие высоты, большой нагрев. Кроме того, у этих людей был опыт создания первого в стране воздушно-космического самолета, проект 105, в нашем КБ «Спираль». «Спираль» — это система космического назначения. По замыслу, она должна была состоять из орбитального самолета, который выводился в космос с помощью гиперзвукового самолета-разгонщика и ракеты. Этот аппарат должен был вести разведку из космоса, сбивать вражеские спутники-шпионы и даже уничтожать авианосцы. Разработку «Спирали» начали еще в 60-е годы, но она так и осталась на бумаге. А вот «Буран» взлетел. И здесь снова, как в случае с «Мигом», пришлось изобретать материалы, которых прежде на планете не существовало. Лишь один пример. Когда самолет или космический аппарат входят в плотные слои атмосферы, его нос разогревается до 1700 градусов, а кромки крыльев — до 1800. Этой температуры вполне хватит, чтобы расплавить и железо, и чугун, и платину. Корпус «Бурана» был обклеен специальными теплозащитными плитками. Их было порядка 40 тысяч штук. Причем каждая индивидуально обрабатывалась, и ни одна не повторяла другую. И строго подгонялись под вот эти сложные, изогнутые формы сезляжи и крыла. Мы уже говорили, что МиГ-31 управляется двумя летчиками. Полетом «Бурана» не управлял никто. Он стал первым в истории беспилотником, который сам стартовал, сам слетал в космос, а потом сам приземлился. И этот первый полет «Бурана» беспилотным стал не случайно. Конструкторы хотели убедиться в том, что все его системы работают безупречно. И только после этого на борту «Бурана» могли появиться люди. Летчики-испытатели, которые специально готовились к этому полету. И второй полет должен был быть пилотируемым. Когда? Ко дню космонавтики в 89-м году он бы уже был в космосе. Говорят, на пилотируемый полет «Бурана» не хватило политической воли. И во второй раз в космос этот уникальный аппарат не полетел. И не полетит уже никогда. А вот судьба нашего героя, истребителя МиГ-31, сложилась куда удачнее. Сейчас эти самолеты несут службу в ПВО вместе с «Сушками». И если прекрасная линейка истребителей «Сухого», начавшаяся от Су-27, получила развитие, и на базе этой машины были созданы Су-37, Су-35 и даже Т-50, то линейка высокоскоростных мигов, которые могут работать в стратосфере, только начинает жить. И не смотрите на то, что самолет этот не молодой, неважно, за 40 лет у него до сих пор не появилось ни одного конкурента. Пишут, что эта машина может догнать крылатую ракету. Ну, она не только может догнать, она может ее и перегнать. Это самолет развивает у Земли скорость в 1500 км в час, тогда как крылатые ракеты выполняют полет на дозвуковой скорости. И хотя по большому счету смысла гоняться за ракетами нет, эти вражеские ракеты проще сбить своими, такими же. Не это важно. Важно в принципе иметь возможность сделать в воздухе то, что считаешь нужным, и таким образом доминировать в небе. Более того, необходимо уже сейчас смотреть в будущее, чтобы спустя годы не утратить с таким трудом завоеванные лидерские позиции. Мы готовимся к тому, что будем поражать средства воздушного нападения, которые еще не разработаны. Мы уничтожаем ракеты, летящие на высотах до 200 метров и на скоростях более 2000 км в час. То есть таких ракет еще на планете нет, а вы уже знаете, как их перехватить. Тем временем наши самолеты, слетавшие в стратосферу и покорившие высоту 21 км, идут на посадку. И только теперь после приземления можно выдохнуть и сказать, полет прошел по плану. Никаких нештатных ситуаций сегодня не было. Ну вот, может, здесь, в Хотилово, такими полетами никого не удивишь, но для нас, для военной приемки, полет на высоту 20 с лишним километров. Полет на ту высоту, куда не поднимается больше ни один другой истребитель мира. Это тоже маленький рекорд. И поэтому, я считаю, вот то, что сделали люди, это пусть маленький, но все-таки рабочий подвиг летчика. Поэтому в этой ситуации мы будем встречать экипаж как героев. Давайте пройдем. И пусть в слове героя слышится преувеличение, ведь для этих парней полет в стратосферу обычная работа, но дело вот в чем. В том же Хотилово на истребителях МиГ-31 несут службу десятки летчиков, а вот квалификацию для полетов на потолок имеют лишь единицы. И уже за это их можно уважать. Ну вот вроде все документы и оформлены. Сейчас я прошу летчиков повернуться лицом к камере. Это те немногие счастливые люди, которые со стороны видят, что Земля наша все-таки какая? Круглая. Круглая, а небо... Иногда темное, а так синее. Но сегодня-то оно было черным. Сегодня звенело прям. Звенело чернотой? Так точно. Все-таки есть какое-то ощущение, что побывали в космосе? Ну, в ближнем космосе, но все же. Да, полная передача этих ощущений. Вокруг все темно. Поздравляю, ребят. Спасибо. Знаете, сколько народу в нашей стране вам завидует? В том числе и летчиков, а уж гражданских, вообще, мне кажется, половина планеты. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok